С момента взрыва в Байзарском районе прошел один месяц. Каково состояние села Кайнар до сегодня? Как ведутся восстановительные работы? Об этом в следующем сюжете. На сегодняшний день восстановлено 75 объектов. Строительные работы ведутся более чем на 100 различных объектах. Шесть подрядных компаний продолжают работы по восстановлению поврежденных домов в селе Кайнар. В шести домах перекрыты крыши, ведутся внутренние отделочные работы. Новый дом построили для жительницы села Камбаткуль-Алибаевы, так как ее дом сильно пострадал при взрыве. Дом решили снести, так как он был непригоден. Теперь строят новый дом. То, что мы испытали, никому не желаю. Мой сын Миша Мбаев-Марат погиб в результате взрыва. У него осталось трое детей. Пусть подобное уже никогда не повторится. Мира и добра всем. Ударными темпами ведутся восстановительные работы и на других объектах. Три социальных объекта и 124 жилых дома реконструируются за счет спонсорской помощи. На сегодняшний день все социальные объекты и 72 дома уже проведены в порядок. Ввиду того, что ждали технического решения, восстановительные работы у двух домов начали позже. Были внесены соответствующие изменения в сметную документацию. Темпы строительства объектов подрядных компаний неплохие. Обещаем закончиться в ближайшие 20 дней. Всего в восстановительных работах задействованы 12 подрядных организаций, 187 человек и 22 единицы различной техники. Подрядчики заверили, что завершат все работы в установленные строки. Напомним, что в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзахском районе, погибли 17 человек. Продолжаются поиски еще одного военнослужащего Баужана Даутбаева. Алтын Шангараева, Галамжан Исимбаев, Жамбул Ньюс.